Матчи группового квалификационного этапа командного чемпионата Европы пройдут параллельно на двух столах. В стартовых соревнованиях поднимают участие как мужские, так и женские национальные сборные. В обеих встречах россияне – фавориты. В новом сезоне после Олимпийских игр, то есть это первый матч, который непосредственно квалификационный и определяющий непосредственно дальнейшую судьбу команды в таблице чемпионата Европы. Настраивать здесь никого не надо. Единственное, могу сказать, что у нас будет участвовать и молодой спортсмен в команде. То есть мы даем шанс проявить себя молодому спортсмену, который будет также играть и на чемпионате Европы, который пройдет непосредственно с 17 по 24 октября в Венгрии. И то есть как бы начинаем сезон, все это опять снова, впервые и вновь. Решится на этих соревнованиях и спортивная судьба болгарских теннисистов. Правда, как признаются сами спортсмены, на победу они не рассчитывают. Матч для нас будет сложный. Российская команда достаточно сильная. К тому же у них есть преимущество в виде такой спортивной базы, где они могут качественно тренироваться. Мы же пока играем на среднем уровне. Недостаточно хорошо, но и неплохо. Какое место в таблице займут игроки, пока не ясно, но тренеры сборной России ожидают двойную победу. В целом на групповом этапе команды проведут по четыре матча мужчины с болгарами и испанцами, женщины со сборными Болгарии и Белоруссии. По регламенту квалификационного этапа командного чемпионата Европы все команды должны сыграть друг с другом по две встречи дома и в гостях. Первый матч «Россия-Болгария» состоится уже 27 сентября. Вход в Федеральный центр спортивной подготовки «Югспорт» свободны.